друзья подписчики всем огромный привет в общем жара ужасно сегодня занимался там домашними делами единственное вот место почему я тут записываю только тут есть тенек вы же видите что туда вон уже солнце печет что туда вон солнце уже там то есть приходится как-то импровизировать на солнце вообще невозможно находиться хочу сделать небольшой как бы инбоксинг и первый взгляд sorry если будут проблемы со звуком потому что очень жарко я без майки только в одних штанах и вот этот микрофон петличка не к чему прицеплять поэтому приходится импровизировать вот я вам где делал вот недавно обзор планов на отпуск показывал что я заказал систему фильтрации для проточной воды ну для питьевой вернее не для проточной для питьевой вот то есть она будет фильтровать в отдельный как бы бак где вода накапливается а потом через отдельный краник можно пить то есть это не так что фильтрует прямо всю воду вот я с этими осмосами дела никогда не имел когда-то давно еще когда в россии в украине жил вот я у себя делал ремонт квартире и я хотел такую штуку поставить но я не помню потом почему я от нее отказался то ли дорого было то ли я передумал вот то есть так я ее никогда не купил и не установил здесь вода намного чище то есть я вам скажу в разы чище то здесь я никогда не вижу в воде никаких осадков или какого-то там помутнения изменения цвета врачи говорят что вода как бы просто офигенная с крана течет и даже лучше чем та которую продают типа в кранах она там содержит всякие необходимые вещества а когда ты покупаешь вот эту в баллонах там воду на разлив магазинах там вода хуже потому что она полностью очищена и в ней нет полезных веществ короче я не знаю насколько это правда или нет то есть я купил это вообще в основном из-за катерины потому что она меня задолбала со своим углем то есть она притаскивает этот уголь активированный ну он специально продается там по моему 8 долларов такие трубочки называется активированный уголь там типа натуральный с бамбука короче я хрен его знаю натуральный он или нет но это просто кумарит когда везде она его накидала то есть в кувшинах с водой лежит этот уголь в моем поте дорогом панасоне где я нагреваю воду для чая для кофе тоже лежит этот уголь и если я даже наливаю в чайник типа без угля она начинает там возникать типа вот что ты эту воду пьешь она не полезная вот типа бери которая с углем а типа то что там уголь положено но типа особо дает разницу хотя я тоже особо не верю что там врачи говорят может быть если и вода и супер грязная знаете они все равно не будут говорить что она супер грязная будет горечь и нормальная пейте ничего страшного вот короче в общем чтобы избавиться от этого угля и чтоб катерина не доставала я решил этот осмос заказать тем более они как ну дорогие но по американским ценам в принципе я думаю любой человек может себе позволить и устанавливается она элементарно то есть вам не нужны некие специалисты то есть любая даже домохозяйка может поставить поэтому я решил взять но я хочу саму установку скомбинировать с как я вам говорил хочу поменять столешницу и мойку и смеситель вот но когда я буду это делать неизвестно потому что мойку я как бы заказал она в пути когда она придет если она мне не понравится это будет другую заказывать потому что заказывал через интернет там как бы чуть дешевле но в реальности может быть очень часто такое бывает когда я заказываю мне потом не нравится вот по поводу столешницы тоже то есть тот цвет который я покупал вот сколько года два-три назад я не помню когда менял столешницу было тоже как-то видео на канале ну я сам процесс замены не показывал но показывал уже результат вот то есть то время когда я покупал такой цвет был а сейчас я пошел в холм дипа там уже этого цвета нету и теперь надо выяснять вообще как этот цвет называется потому что у них там десятки цветов и где его можно купить если он вообще еще где-то продается может он у них есть в онлайне а нету в магазинах а если заказать они не привезут вот то есть тоже вот со столешницы непонятная ситуация с раковиной смеситель у меня есть я вам показывал в другом видео ну трубы это все фигня можно по месту потом купить просто в холм дипа пойти там всякие сливы вот эти накопительные грязи и прочую хрень вот ну может еще полки поменяю но я не хочу заниматься сейчас ставить этот осмос а потом опять все переделывать знаете там то есть я хочу сделать все как бы чтобы экономить время все одновременно вот но я его хочу так как я его только заказал пока не пришло там как бы время возврата и гарантии понимаете то же самое заказывал ну как бы с конторы но через ebay то есть эта фирма которая как бы их вроде комплектует производит частично и продает и поэтому если какие-то проблемы это надо вот этот жалобу там течение 30 дней по моему открывать и все вот если все нормально его просто обратно запакую и буду ждать когда у меня остальные ситуации разрешаться вот чем давайте откроем посмотрим я вам все покажу если кто тоже что-то знает про эти осмос и под напишите в комментах там какие лучше какие хуже в общем я заказывал один из простых без всяких наворотов потому что я не знаю нафига мне в трейлер нужны где-то космические технологии тем более я вам говорю что миллиарды людей здесь живут вообще без всяких фильтров всю жизнь и не знают горя вот единственное что на старости лет может какой-то рак там будет или хрен его знает чё но это непонятно от воды это или нет бога очень выглядит в принципе с виду все круто вот смотрите чуть-чуть лучше было видно в общем просмотрим что есть комплекте что все целое ничего не разбито короче вот эта херня я так понимаю что это ключ для того чтобы откручивать фильтра и закручивать но я не уверен это моя догадка вот значит сама фирма rd aqua реверс осмосе систем ну короче понятные инструкции все обычные копированные потому что все эти осмос и по сути дела одинаковые вот разные только у них названия и разные производители фильтра все остальное один к одному такие же точно трубки некоторые фильтры у них могут быть одинаковый год то есть я их долгое время выбирал читал отзывы на амазоне на ebay просто на интернете там разница никакой не увидел короче здесь небольшой это наверное этот как он флосс называется лента до флюрокарбоновая короче какие-то краник вот такой пластиковый здесь видно под резьбу мама папа и такие вот краники по трубке наверное понятно все так какой-то уголок это что-то наверное их крепить там к стене или куда-то еще один краник короче вот так вот все не тут лежит в пакете трубка вот этому вы видите какая коробка огромная там еще много всего сейчас все посмотрим ну в разумных пределах конечно там не то что там будем все разбирать и до болтика проверять то есть вот он кран здесь идет отдельный кран через которое все это будет фильтрованная вода потом течь вот как он выглядит здесь тоже под трубки это или хреново знает под шум сюда какую-то подводками я такого никогда не видел то есть советским это я с нашими российскими там украинскими знакомо это все для меня чудеса четверть оборотный вот дизайн как по мне неплохой не топ но и не говно выглядит все солидно тяжелый вот здесь что-то немного какое-то помутнение но это херня и думаю за такие деньги она я и не ожидал тут какого-то супер качества себе этом купил самый дорогой знаете там за 500 долларов и там бы было небольшое помутнение конечно возмутился а тут вся эта система стоит 150 но у меня был купон оси б на 50 долларов поэтому мне она вообще обошлась ровно в 100 вот и короче дальше пошли фильтры сидиме ппп 5 мультилейер удаляет ржавчину грязь пыль видимые частицы короче то есть это удаляет и так понял самую крупную фигню дальше гранулированный вот-вот гранулированный активированный уголь вот вот он как раз таки вот тоже сделан сша вот он да он что-то там фильтрует вот здесь вот он уже фильтре и сделано в тайване вот это сделано в тайване но здесь почему-то американский флаг хрен знает короче может быть уголь сделан сша сами эти корпуса делают в тайване собирают ну вернее они там наверное скорее всего не с тайваня закупают эти пустые уголь уже здесь засыпают вот чтобы экономить в общем понятно на 2000 галлонов хватает или 6 месяцев давление температура короче все понятно этот фильтр убирает хлорины запах и вкус короче всякие органические химические и летучие вещества вот такая вот канитель короче короче это по моему точно такой же а до коконут шелл это имеется ввиду что сам уголь произведен с горелых кокосовых оболочек то есть кокосы их разделывают куда-то продают там кокосовую стружку молоко и прочее там вот кокосовая вода все это в магазинах продается сами вот эти вот оболочки сжигают и получают вот этот карбон короче еще один только другой тот был кокосовый карбон а этот активированный карбон то же самое видите до 5 микрон короче сами читайте вот я не буду долго время тратить еще один такой же и еще один такой же то есть здесь их получается всех по два шесть фильтров так а ну вот она самое главное реверсивная осмосовая мембрана то есть это которая уже конкретно фильтрует всю 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 самую мелкую хрень вот которая остается после всех фильтров вот это как бы последний этап реверсивный осмос тоже сделано непонятно где в китае скорее всего написано по американской технологии так короче это бак для хранения воды накопительный куда она накапливается написано нержавеющего соединения наверно сам бак пластиковый вот но я уже не волнуюсь потому что как я вам говорю я вообще это заказывал для катерины но скорее всего она уже к тому времени когда я это все установлю уйдет потому что если не поссорились рассказал что она меня достала чтоб переезжала куда-то в другое место вот я и сказал мне говорю все равно если хочешь можно там встречаться иногда но говорю если не хочешь говорю то тогда можно и не встречаться вот но говорю как бы я говорю уже не хочу терпеть все эти как бы унижения но как унижение все эту фигню в общем то вот с этими всякими сумасшедшими идеями там включая вот эти угли и прочую хрень вот короче металл вроде как вот это наверное нержавеющая сталь а это обычный металл но это явно не пластик потому что он тяжелый пипец сделан то же самое в тайване 2017 год до 100 короче каких-то хреновен 132 модель короче они тоже эти баки абсолютно одинаково я просмотрел несколько систем они везде точно такие же то же самое сделаны в тайване точно так же называются рост 3 132 так сколько в нем галлонов не так и не посмотрели вот лучше бы написали сколько галлонов а то информации до хрена написали а сколько галлонов нифига не написали так на коробке хоть написали и на коробке ничего не написали и нафига вот я не по нему да я да ну короче с виду он литров на 20 фиг с ним короче наверно на 5 галлонов и посмотрим теперь что в последней коробке так и все не буду вас больше загружать потому что как раз будет муху здесь самые красивые штучки лежат смотрите какая тема охренеть просто вот это блин чудеса смотрите какие штуки а раз два три четыре пять шесть короче здесь 6 фильтров всего получается то есть 6 ступенчатая фильтрация они уже здесь все соединены видите здесь ничего париться не надо я думал я честно говоря думал что он вообще все это самое разобранное что мне придется это все собирать а здесь нет нифига видите все собрано то еще только подключить надо его те фильтры которые я вам показывал они получаются запасные то здесь уже видите фильтры вставлены везде вот то есть вот аут куча фильтров то все уже запасные здесь уже внутри видите везде фильтры стоят вот этого получается запасного нет но его наверное не надо менять а вот этот как он учил написано вот это тут получается реверс осмосе тоже он внутри уже стоит 2 здесь получается все фильтры они имеют свои дупликаты но я не знаю сейчас откроем посмотрим так чтоб я вам не врал ладно давайте какой вот этот откроем как бы тут положить чтобы видно было ау но она и нифига еще не открывает потому что обалденный ключ конечно который ни хрена не открывает вот это вот то что я хотел обалденный ключ блин о то она с первой соскакивает короче тупая какая-то система сейчас блин теперь его хрен снимешь а дальше то он не крутится а блин вот я тупой надо это самое надо с крайне ваш начинать сейчас в вот сейчас но чтоб я вас не обманывал сейчас посмотрим есть тут фильтры уже стоят или нет а то блин кто-то купит потом скажет вот что ты нам наврал может тут их и нет а А нет, они есть. То есть, короче, все фильтры здесь уже установлены. Вот а гора фильтров. Два тех, два тех, два тех и один осмос. Это все запасные. То есть, получается, здесь у меня запасных фильтров еще на полтора года. Вот так вот. На два даже. Вот. Они что-то вообще нифига не обжаты. Вот я их даже руками могу обжимать. Тут нафиг и ключ-то не нужен. Короче. Ну, это фигня, в принципе. Будут те, я их потом могу подтянуть. Вот. Короче, система простейшая. То есть, поняли. Стальная, короче, полка. Сюда прикручены фильтры, вон, болтами. Между собой они соединены. Открутил колбу, фильтр поменял. С этой стороны они вешаются где-то у вас под раковиной, там. Ну, короче, внутри мебели. Вот, повесили, там. Закрепили куда-то. Здесь тоже написано. Сделано в Тайване. И все. И здесь вон еще какая-то хрень. Я не знаю, что это такое. Такая вот, что это такое. Вот. Ну, и все. То есть, вот он получается. Слив. Это чтобы его опустошить. Вот это вот выход на кран. Помечено. Вот фаусет. То есть, это выход на смеситель. И... Где заливается вся фигня? Где заливается вся фигня? Где заливается вся фигня? Ну, блин, наверное, сюда она и заливается. Хотя я не уверен. Вот. И сюда, наверное, вливается... А, нет. Это выливается отсюда. А куда тогда вливается? Поток идет вот так. Сюда он идет отсюда. Потом сюда он идет из осмоса. Красная пошла сюда. А, ну, блин, вот я тупой. Во! Вот сюда вот поставлю пальцы вода. Я же думаю, что что-то не то. Короче, сюда поступает вода. Фильтруется через эти три фильтра. Потом она идет в реверсивный осмос. После реверсивного осмоса она обогащается вот этими минералами. Вот тут, видите, которые в этих отсеках обогащаются. И после обогащения поступает в последний карбоновый фильтр. То есть здесь получается грубый, карбоновый один, карбоновый два, реверсивный осмос. Потом обогащение. Опять очищается через карбон. Мало ли здесь какая-то пыль попала. Это на случай слива, если надо что-то слить. И все поступает вот в тот красивый краник, который я вам показал. В общем, друзья, видео какое-то долгое. Поэтому не буду вас больше грузить. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока!